Париж, Берлин, Мадрид, Вена, Дели, Иерусалим. Улыбнитесь, вас снимает космическая камера. В новогодние дни космический аппарат дистанционного зондирования Земли, ресурс ДК, не отдыхает, а работает в полную силу. Есть несколько съемок городов ночных. Они действительно очень интересные, очень показательные, очень красивые. Ну вот, что касается Москвы, нам просто везет, в кавычках, каждый Новый год. У нас каждый Новый год – это облачность. Ветеран дистанционного зондирования Земли, ресурс ДК, вскоре завершает свою работу. За несколько лет он снял больше 70 миллионов километров поверхности нашей планеты. На смену приходит новый друженик – ресурс П. Он вобрал в себя лучшие черты своего прародителя и во многом его превзошел. Ресурс П, конечно, это новый аппарат, где и гиперспектральная новая аппаратура, которой нет сейчас ни на одном аппарате, и широкозахватная многоспектральная, мультиспектральная аппаратура. Снимки будут не в трех цветах, как сейчас, а в полной цветовой гамме и в инфракрасном диапазоне. Новый спутник позволит изучать эволюцию климата, получать космические данные о серьезных атмосферных изменениях, вести мониторинг чрезвычайных ситуаций, землетрясений, цунами, оповещать о пожарах, разливах нефти. Ну и дополнительно, кроме разрешения одного метра, там еще мы поставили аппаратуру с разрешением 5 метров, 10 метров, 20 метров. Для сельского хозяйства это иногда важно, не важно, вот метровое разрешение в виде точки, важно, наоборот, большие площади смотреть. И для наводнений и прочее. Там-то стоит такая аппаратура тоже. В космос спутник отправят весной. Пока же фотосессию Земли ведет орбитальный ветеран ресурс ДК. Новый год – время чудес. Возможно, пролетая над Лапландией, родиной Санта-Клауса, или над Великим Устюгом, домом Деда Мороза, спутник сделает сенсационные снимки, и новогодняя сказка станет реальностью.